Друзья, добрый вечер, доброе утро, добрый день, если вы будете смотреть меня в записи. Счастливо сегодня с вами беседовать в прямом эфире. Меня зовут Анна Радченко. Я режиссер, в прошлом фотограф с 10-летним стажем, не побоюсь этого слова. В 2012-м я переехала в Лондон из Москвы, получила образование в сфере фэшн-фотографии в Лондонском университете искусств, где сейчас периодически преподаю. Также я преподаю в Конденаст колледже и в London Institute of Photography. Так что преподавательский стаж у меня довольно масштабный, но на русском языке я начала преподавать не так давно, и сейчас веду свои онлайн-курсы и офлайн-мероприятия. Когда я повесила, собственно, пост и вопрос о том, на какие темы вам было бы интересно услышать прямой эфир, я получила множество самых разных запросов, но один из основных был про выход на международный рынок, потому что я живу в Англии, я думаю, что многих это интересует, многим хотелось бы, я думаю, прославить свое имя на мировую общественность, при этом желательно не выезжая из родного города, что я абсолютно понимаю и поддерживаю, и более того, это вполне возможно, сегодня будем с вами об этом говорить. Ну и в целом про личный бренд, про журналы, и поэтому я решила, что это все можно объединить в одно. Так что нас сегодня ждет очень масштабная программа. Друзья, я сейчас отключу комментарии, чтобы они меня не отвлекали, вы, пожалуйста, свои вопросы запоминайте в конце, у нас будет обязательно на них время. Так что сейчас я их отключаю. И то, как я решила сегодня поступить, я переведу камеру, у меня для вас презентация, потому что... Уф! И, конечно же, телефон падает за штатива. Потому что, конечно же, это намного удобнее, когда у нас есть с вами картинки, потому что многие, я думаю, меня не знают, и я думаю, что сначала хорошо бы нам с вами познакомиться. Поэтому хотела бы начать со своих работ, чтобы вы понимали, чем я занимаюсь. Итак, бэкграунд у меня именно в фэшн-фотографии, но меня никогда не интересовала фэшн-фотография именно как, так скажем, продажа одежды, потому что для меня это было довольно скучно, для меня всегда было очень важно, чтобы была концептуальная составляющая, чтобы я могла своими работами выражать нечто большее, чем просто даже то, что хотел сказать фэшн-дизайнер. Мне всегда было важно привнести частичку себя, и я думаю о себе как о достаточно сюрреалистическом авторе. Меня очень вдохновляет философия, психология. Мне интересно, как можно через сет-дизайн, через физические объекты выразить то, что живёт у меня в голове, то, что меня беспокоит, то, что меня волнует. Это то, о чём мы с вами много сегодня будем говорить. Это неотъемлемая составляющая именно сильных проектов, проектов, которые выстреливают, потому что когда вы делаете что-то, что вас как автор волнует, что вам не даёт, может быть, спать по ночам, какие-то образы, которые засели у вас в голове, не отпускают вас, тогда это действительно сильно, потому что другие люди это чувствуют. И на самом деле, да, всё, что я вам сейчас показываю, всё это было опубликовано в разных изданиях, в разных журналах. Об этом тоже будем много сегодня говорить, как же это делается, потому что, честно говоря, ребят, ничего такого сверхсложного в этом нет. У всего есть своя схема, как это работает. Сейчас я покажу вам свой шоу-рилл как режиссёра. Сейчас я покажу вам свой шоу-рилл. Итак, это то, чем я занимаюсь сейчас. Я, кстати, решила включить обратно комментарии, потому что я подумала, что у нас с вами так получится живое более общение, и они меня, в принципе, мне кажется, не так уж будут отвлекать. Итак, друзья, то есть спустя достаточно продолжительную фотографическую карьеру, и я решила, что, чёрт возьми, а ведь в видео можно получить аж 25 кадров в секунду, а не один, да? То есть, по сути, это тоже визуальное искусство, только всё движется. А когда всё движется, то что это даёт? Простор для реализации ещё более смелых идей. Поэтому сейчас я работаю именно как режиссёр, но так как я продолжаю и преподавать для фотографов, и у меня множество друзей из этой сферы, то я держу руку на пульсе и знаю всё, что происходит актуально в мире. Так что в этом смысле мы с вами продолжаем говорить на одном языке. Почему я формулирую это именно как построение карьеры через творческие и громкие творческие проекты? Потому что это то, что случилось со мной. Но я подумала, что не для всех это очевидно, поэтому и так, нафига? Пример с моим проектом, в котором, кстати, использовалось аж 60 килограмм волос. О май гад, я знаю, что это было в фактах обо мне, которые, может быть, кого-то повеселили. Это был такой визуальный фэшн-фильм продолжительностью буквально 3 минуты. Но что произошло? Я не знаю, видно вам или нет, но это был релиз на платформе Nowness. Здесь мы с вами уже говорим о международном рынке, потому что, конечно, если вы хотите, чтобы вас воспринимали как международного автора, вам понадобятся международные публикации. Публикации на площадках, в изданиях, которые котируются на англоязычном рынке, а не только в России. Поэтому кто хотя бы как-то соприкасается с видеоконтентом, а моё мнение такое, что всем фотографам необходимо соприкоснуться с видеоконтентом, потому что за этим, безусловно, будущее, то Nowness — это одна из очень-очень авторитетных платформ. Так вот, что произошло? Я сделала релиз этого проекта через платформу Nowness, где было там множество репостов после этого, множество просмотров. И что получается дальше? Понятно, что у каждого абсолютно своя история, но плюс-минус происходят самые разные вещи, такие, как к вам начинают обращаться люди, которые вы не ожидали, что к вам когда-нибудь обратятся. Например, я начала переписываться с Ширли Мэнсон. Это солистка группы Garbage. Может быть, кто-то здесь тоже из моего поколения слушал радио Ультра в юности. Напишите, кстати, если кто-то знает, кто такая Ширли Мэнсон, потому что для меня это был такой просто шок. Когда твой кумир из детства пишет тебе и говорит, что ты крутая и что она хочет снимать со мной клипы. И что еще получилось именно из этой публикации? Я подписала контракт с тем продакшн-агентством, которое представляет меня сейчас. Оно называется Code Media. Это одно из самых быстро развивающихся сейчас в Великобритании агентств, которые занимаются рекламой, клипами, именно видеопродакшеном. Что я имею в виду, когда говорю, что после этой публикации я подписала с ними контракт. Я имею в виду, что когда у тебя за плечами есть такие мощные авторитеты, как журналы, онлайн-платформы, которые именно котируются в индустрии, то тебе очень легко стучаться во все двери, в какие ты хочешь попасть. Намного легче, чем когда ты просто человек с улицы, когда тебе нечего предъявить, так скажем. Именно поэтому я говорю о важности публикаций и вообще творческих проектов, которые помогают вам заявить о себе. Почему именно творческих, а не коммерческих? Именно в том смысле, что вы являетесь их инициатором, у вас нет ни клиента, ни какого-то еще голоса, который говорит вам, что делать, и это ваш такой манифест как автора. То есть вы не идете ни на какие компромиссы, потому что вам не с кем идти на компромиссы. Именно поэтому важны именно творческие проекты. И что приятно, что после этого из них получается много коммерческих. Я снимала рекламу для почты Великобритании, для телеканала Евроспорт, клипы для разных британских артистов. Вот через неделю снимаю очередной клип, и, конечно, будет еще много работы. И все это получилось именно благодаря тем творческим проектам, которые я не уставала делать, и не уставала выпускать и публиковать, отправлять на фестивали. Так что, ребята, сильные творческие проекты ведут к публикациям, к победам на фестивалях, на выставках, на конкурсах, мощному личному бренду и росту вашей аудитории. Безусловно, потому что, когда вы начинаете публиковать свои творческие проекты, к вам начинают приходить новые подписчики, новые люди для вашей аудитории. Я не знаю, знаете ли вы или нет, но сейчас количество даже подписчиков в Инстаграме, и, конечно, качество и активность, но количество в том числе, очень даже сильно влияет на ваши возможности. Может быть, вы знаете, что сейчас кампейны, разные заказы чаще приходят к людям, у кого есть определенный социальный вес, социальная площадка, потому что это для заказчика просто дополнительная реклама. И уже есть прецеденты, скажем, в тех проектах, которые комиссион делает Netflix и разные такие большие площадки, когда на главную роль, когда выбирают актрису или актера, выбирали тех людей, у кого больше социальный вес, у кого больше подписчиков в социальных сетях, потому что это сразу же привлекает аудиторию, сразу же придает веса всему проекту. Поэтому, когда вы это делаете, когда вы заботитесь о том, чтобы на вашей стороне был этот социальный вес, то вам же это больше помогает. Так, друзья, мне пишут, что комментарии мешают презентации, так что давайте я их обратно все-таки пока выключу, а потом мы с вами обязательно пообщаемся. Что еще приятно, что когда вы публикуете, сделаете сильные проекты, то с вами начинают хотеть общаться действительно лучшие специалисты в индустрии, потому что вы становитесь таким привлекательным человеком, с которым хочется работать. Возникает интерес со стороны агентов и продакшенов, коммерческие заказы, безусловно, и какие-то сюрпризы, о которых вы даже не догадываетесь, как в моем случае с Ширли Мэнсон. И что еще важно, ребята, что уровень ваших коммерческих заказов, он всегда в творческом плане будет ниже, чем уровень вашего самого смелого арт-проекта. Поэтому вот эту часть, уровень ваших смелых проектов, их следует все время поднимать и все время задавать эту планку, потому что крайне редко творческий уровень коммерческих заказов может хотя бы сравниться с вашим творческим портфолио. Чаще всего творческий уровень коммерции, он ниже. Давайте поговорим о том, что же из себя представляет ваш уникальный творческий продукт, вот этот самый громкий проект. У него, конечно же, много составляющих. Безусловно, важно следить за трендами, важна насмотренность, о которой вам уже все тысячу раз говорили. Я не буду сейчас это все еще раз пережевывать. То есть, конечно же, мы все подпитываемся идеями извне. Но что еще у нас есть? Мы, конечно же, привносим наши собственные идеи, чтобы создавать самые неожиданные комбинации, чтобы это приводило к такому воплощению, которого раньше этот мир не видел. А наш собственный уникальный жизненный опыт. Потому что такого второго человека, как вы, его нет. Поэтому, знаете, для некоторых бывает болезненно погружаться, скажем, в собственное прошлое, в какие-то события собственной жизни. Но я считаю, что это абсолютно необходимо, и что творческий человек должен уметь доставать из своего жизненного опыта даже из болезненного идеи. и уметь это прорабатывать именно продуктивно, не погружаясь там в какие-то депрессивные состояния, а уметь это именно перерабатывать в проекты. Это очень важный навык. Ваши возможности. Иногда я слышу, особенно от ребят, которые только начинают, что «ну какие у меня возможности?» Я же там в маленькой деревне, и вообще там никого здесь нет, и ничего у меня нет. Ребята, вы, может быть, будете удивлены, а может быть и нет, но у каждого из нас действительно полно возможностей. Может быть, у вас есть доступ к офигенным локациям, которые вам уже приелись, потому что как раз-таки вы живете в каком-нибудь маленьком городе. Но поверьте, особенно для западного зрителя это такая экзотика потрясающая. И давайте не будем забывать, что Восточная Европа, она все еще продолжает быть на пике популярности именно в визуальном плане. То есть Гоша Рубчинский нам всем сослужил прекрасную службу. Спасибо, Гоша, большое, потому что сейчас запустились, к тому же и польский ВОУК, и украинский ВОУК сейчас очень-очень мощно, так скажем, пиарит восточноевропейскую эстетику. Поэтому, ребята, пользуйтесь. У вас у всех есть офигенные возможности в этом плане. Может быть, у вас там друг подруги работает на каком-нибудь заводе, куда вы можете получить доступ. Может быть, еще что-то. Мы не знаем. Знаете только вы, вам нужно покопаться и не скатываться в пессимизм, что да ничего здесь нет и так далее. Всегда что-то есть. Мастерство вашей команды. На мой взгляд, безумно важный компонент. И что если у вас нет вот никак, действительно какая-то далекая-далекая деревня, где нет хорошей команды, то лучше свой стиль строить вокруг таких работ, где это не потребуется, где вы сможете все сделать сами. Потому что если это не сильнейшая команда из тех, до кого вы можете дотянуться на своем уровне, то лучше не надо. То есть, на мой взгляд, в плане команды либо офигенно, либо не надо. Потому что стиль вашей команды и вкус вашей команды это составляющая вашего собственного стиля и вкуса. Подумайте о больших режиссерах. Подумайте о Вессе Андерсоне, например, у которого сильнейшие декорации, очень узнаваемый визуальный стиль. Подумайте о Звягинцеве. То есть, стиль его оператора, Михаила Кричмана, Панкратов, его художник-постановщик. Их стиль — это его стиль, понимаете? То есть, стиль продакшн-дизайнера у Весса Андерсона — это стиль самого Весса Андерсона. Поэтому вот какого визажиста вы, скажем, зовете на свои съемки, вот такой у вас и стиль. Например, если вы снимаете бьюти. Или какого стилиста вы берете на съемки, вот такой и у вас уровень, вот такой и у вас вкус. Потому что, не забывайте, вы не можете разделить, что здесь работа стилиста, а здесь моя. Здесь работа визажиста, а вот здесь уже моя. Нет. Любой человек, который смотрит на ваши работы, он смотрит на работу в целом. И, наверное, мои уже давние подписчики знают эту фразу, которую мне впервые сказал фоторедактор итальянского ВОГ, когда я ездила на портфолио-ревью. «It's your fucking name under the picture». Думаю, что перевод здесь не требуется, но это ваше имя под фотографией. Все, фотография ваша. Так вот, друзья, из этого всего прекрасного микса получается ваш уникальный творческий продукт. И на выходе уже мы получаем публикации, фестивали, заказы, мировое господство, все, что мы так хотим. Я еще люблю показывать вот такую схемку, которая называется «Генеалогическое древо вашего стиля». На что здесь важно обращать внимание, друзья, что, конечно, у нас у всех есть корни. Наше ближайшее окружение, родина, семья, да, все, на что мы во многом не можем влиять, потому что пока мы здесь, мы обычно еще маленькие, не очень осознанные, да. Но дальше вот на эту крону мы очень сильно можем влиять. Это все, что нас вдохновляет и все, что в итоге становится нашим вкусом. И давайте не забывать, что в сфере визуальных искусств наш вкус, наша насмотренность это и есть наш основной инструмент. Поэтому я предлагаю вам стать очень придирчивым таким коллекционером, потому что хороший коллекционер, он не допустит, чтобы в его коллекции были какие-то посредственные экземпляры, потому что чем больше посредственных экземпляров, тем больше коллекция теряет в цене, и никакие музеи не хотят эту коллекцию выставлять. Поэтому, друзья, вот все вот это, это наша коллекция. Понятно, что у каждого в этой кроне что-то свое, поэтому я предлагаю вам задуматься, что вас вдохновляет, не лениться там ходить на все доступные вам выставки. Если вам недоступны, скажем, хорошие театры в вашем городе, отправляйтесь там на торренты, ВКонтакте, куда хотите, скачивайте спектакли, видеозаписи, ищите, ищите материалы, которые будут составлять вот ваш такой золотой фонд насмотренности, потому что это, ну, в общем, да, это безумно важно, точка. Если вдруг не читали книгу «Кради как художник», то просто возьмите после этого эфира и обязательно ее скачайте, прочитайте, не буду даже останавливаться долго на этом, но покажу вам пару примеров, да, что же такое вообще «Кради как художник». Я, к сожалению, не могу вам показать мой любимый клип прошедшего года «Up and Up» группы Coldplay, но, опять же, сделайте скриншотик, после эфира сходите, посмотрите, потому что, на мой взгляд, это потрясающий пример фантазии и сочетания разных идей, которые, казалось бы, уже существовали до этого, но в том формате, в каком они это сделали, это действительно абсолютно уникально и невероятно производит сильное впечатление. Но сравните, да, просто кадр из клипа и вот «Коллаж справа». То есть что они взяли? Они взяли работу многих известных коллажистов, но они их преобразовали, и что интересно, они сменили контекст, да, то есть обычный коллаж, он существует в 2D таком мире, в неподвижном мире, а видео — это видеоклик, соответственно. То есть вы можете брать идеи и перекладывать их в другой жанр, в другой формат, и это уже будет нечто свежее, нечто, что будет смотреться по-другому. И знаете, что я делаю? Я когда смотрю вот какие-то работы, которые меня безумно будоражат, я делаю вот такие мудборды, потому что мы же не знаем, какой мудборд был у них, но мы можем предположить, то есть мы можем посмотреть готовую работу и сделать, это называется в английском reverse engineering, то есть такая обратная инженерия, да, то есть мы думаем от обратного, а как это было создано, что двигало режиссёрам, что их вдохновляло, да, то есть вот я искала там разные коллажи, там изучила разные направления там в этой сфере, что есть, какие авторы, то есть в этом процессе вас засасывает в такую воронку, где вы начинаете изучать там жанры, на которые, может быть, вы раньше не обращали внимания, и вы очень сильно обогащаетесь через вот такие процессы, поэтому не ленитесь, когда что-то вас будоражит, изучайте как можно больше, как можно детальнее, как это было сделано, смотрите бэкстейджи, слушайте интервью, это всё безумно интересно и безумно полезно, и всегда щекочите ваше воображение, ребята, то есть ищите художников, ищите скульпторов, ищите 3D-аниматоров, которые возбуждают ваше воображение, потому что это мышца, да, мы все знаем, что для здоровья нужно ходить в тренажёрный зал, но нашему воображению тоже нужен тренажёрный зал. Делайте остановки на своём творческом пути. Это то, чему меня, вот предвосхищаем, может быть, вопросы про образование в Великобритании, то, чему меня научил мой британский университет, так это то, что не нужно брать первую же идею, которая вам пришла в голову, и тут же идти её воплощать в том виде, в каком она вам пришла в голову, то есть если вы хотите снять, вот пойду сниму женщину с кошечкой, классно, да, вот пошли, взяли женщину, взяли кошечку, поставили к окну, сняли, класс, и вы таким образом плодите там очередное посредственное портфолио, к сожалению, да, что я подразумеваю под остановками. Вот пришла вам в голову идея в точке А, снять женщину с кошкой. Хорошо, пойдите, изучите мифологическое значение кошек в Древнем Египте, да, вот это вот одна ваша остановка. Пойдите в библиотеку, там, ближайшую, посмотрите, что у них вообще есть там по слову кошка. Вы можете удивиться, там, может быть, какие-то анатомические особенности, там, персидских котов, и там вы увидите какую-то фотографию скелета, которая наведёт вас на мысль, что, так, может быть, вообще это надо всё снимать в таком негативе, да, чтобы это были силуэты, может быть, это вообще должна быть не фотография, может быть, это должна быть скульптура, то есть, таким образом, вам приходят значительно более свежие и неожиданные идеи. Хорошо, это вы изучили, потом там, следующая остановка, там, кино, какие есть фильмы, там, про отношения вообще человека и животного, а что там кроется, да, так, окей, записали. Дальше, следующая остановка, понимаете, да, то есть, никогда не идите вот по этой прямой линии, потому что, когда вы идёте по прямой линии, вы приходите к посредственному результату, к сожалению, это так, поэтому, вот просто сознательно, в следующий раз, перед тем, как идти воплощать какую-то идею, подумайте, какие остановки вы можете сделать перед воплощением своей идеи. Какие ещё есть приёмы, да, именно, мы сейчас продолжаем, ребят, с вами говорить, именно про создание сильных идей, да, как мы можем вам самим себе помочь, чтобы делать более необычные, более интересные идеи, да, потом поговорим про публикации. Можно менять какой-то, даже один элемент, вот даже такой, казалось бы, банальный пример, берём стандартные элементы и добавляем модификатор к одному из них. Какие стандартные элементы, скажем, фэшн-съёмки, да, молодая модель, чистый фон, там, допустим, прическа, макияж, определённые элементы. Давайте возьмём и поменяем один элемент, даже другие не будем трогать. Вот я сказала, да, молодая девушка. Давайте просто поменяем слово молодая, и что у нас получится? Уже совершенно другой вид, концепция, совершенно другой образ. Мы поменяли только один элемент, один элемент. Молодая девушка, я не знаю, да, то есть крутите вот так вот ваши идеи, что если поменять там цвет, что если всё это было бы зелёное, там, зелёные волосы, зелёный стайлинг, зелёный фон, например, да, то есть вот это ваша творческая лаборатория. Один из классных примеров это мой любимый Тим Уокер, наверняка вы его знаете, а даже если не знаете, обязательно посмотрите. Тим Уокер, W-A... сейчас мой спеллинг будет проверен. W-A-L-K-E-R Уокер. Он очень сильно играет с размерами, да, посмотрите, его работы очень известные, просто человек берёт и модифицирует размер. Вот пример модификации просто одного элемента, да, просто что если всё будет очень большое, больше значительно, чем обычно. Огромная кукла, огромная улитка, огромный скелет, да, и это его знаменитейшие работы, которые там выставлялись по всему миру. И поверьте, что вы можете вот таким же образом начать мыслить и менять разные элементы вашего изображения. Ещё один такой приём, который работает лично для меня, это такое моё кредо, да, странное, абсурдное, неправильное. Мне нужно, чтобы это было в моих работах, тогда это я. И я предлагаю вам выработать какое-то такое собственное творческое кредо, которому вы будете следовать, на которое вы сможете опираться. И тогда, когда вы будете планировать следующий проект, вы сможете как к трафарету, да, приложить, вот так, и спросить себя, а тут есть там странное, абсурдное, неправильное, или там у вас эмоциональное, мягкое, там, тёплое, или нет. И если нет, то, может быть, это мне не подходит, зачем я берусь за этот проект? Ну, ради денег, окей, тоже вариант, но просто будьте честны с самими собой. И напоследок ещё один такой творческий приёмчик, он называется мэппинг. Может быть, вам знакома техника майндмэп, но я покажу вам, как её применять для генерации идей. Мы рассмотрим пример с одним из моих клипов, на который я питчила, песня называлась «Эмоджи». Даже не будем рассматривать, про что была песня, но просто вот эмоджи, да, и вот вы делаете брейнсторм. Как вы его можете делать? Вы делаете сначала ассоциации первого уровня. Что такое ассоциации первого уровня, да, и что такое вообще ассоциация? Всё, что вам приходит в голову. Вот вы говорите эмоджи, вот что мне пришло в голову. Суррогат, технологии, маски, смартфон, попытка скрыть реальные эмоции. Вам что-то другое придёт в голову. Но вот вы сделали ассоциации первого уровня. Дальше вы от каждого кружочка делаете ещё ассоциации, да, вот, например, от технологий. Я сделала другие ассоциации. Чёрное зеркало, мой любимый сериал про технологии, опасность, металл, удобство, расслабление. То, что у меня проассоциировалось. Но в чём здесь фишка? Что когда вы придумываете ассоциации второго уровня уже от слова технологии, вы забываете вообще про всё остальное, про первоначальное слово. Вы думаете только об этом слове, и именно от него строите дальнейшие ассоциации. И так же вы делаете дальше с каждым кружочком, с каждой ассоциацией. И так далее. То есть дальше вы сделаете ещё и ещё продлите. То есть вы сделали ассоциации второго уровня, дальше идут ассоциации третьего уровня. От каждого из этих слов. В данном случае от слова разбиваются. Мы делаем дальше ассоциации. Разлетаются на пазлы, как осколки стекла, растворяются, стекают, срываются вверх. То есть я фантазирую о том, как что-то может разбиваться. Как именно? Тут нет никаких правил, вы можете к этому подходить как угодно. Пишите прилагательные глаголы, всё, что вам приходит в голову. Но не забываем, что когда мы работаем со словом разбиваются, то мы всё остальное забываем, работаем только со словом разбиваются. И дальше вы так сделаете хотя бы пять-семь раз. То есть в идеале, ребят, у вас получится на самом деле просто такая огромная такая карта. Это можно делать вручную, можно делать в специальных программах. Это абсолютно не важно. Но что дальше вы с этим делаете? Вы начинаете сталкивать друг с другом разные слова. То есть, например, вы берёте одно из слов. Вот, у нас здесь есть слово пружина. И что у нас ещё есть? Здесь там стекает. И вы такой думаете, так, окей, что если мы сделаем в 3D допустим такую пружину, которая состоит из разных эмоджиков, и тут она начинает растекаться, истекать вниз по кадру, например. Вот вам пришла такая идея в голову, вы записали, вы только что придумали конкретный один кадр, например. Или что если эта пружина взрывается и отображает то, как эту девушку бесит то, что её парень шлёт ей дурацкие эмоджики, например. То есть, это вот в таком духе процесс, он может продолжаться час, несколько часов, он может происходить как наедине с самими собой, он может происходить в команде, когда не только вы самостоятельно накидываете все эти слова, но другие участники команды тоже накидывают свои ассоциации, и дальше вы вместе сочетаете разные фразы, разные слова, и придумываете что из этого можно придумать уже в плане конкретных кадров, в плане уже конкретной визуализации. И вот таким образом у вас в конце такой сессии может получиться уже прям готовый клип, дальше уже можно крутить, думать, с чего начать, чем закончить. То есть, вот такая вот техника. Не забывайте, что самое интересное рождается на стыке разных жанров и медиаформатов, поэтому соединяйте несоединяемое, сочетайте несочетаемое. Помните, что наш любимый айфон, да, это сочетание мобильника и компьютера. Раньше никто даже не мог подумать, что в одном устройстве это может сочетаться, да, на Стив Джобс подумал, что почему бы и нет. Поэтому вам в творческом визуальном плане нужно делать то же самое. И помните, что никаких компромиссов не может быть, когда мы говорим о громких творческих проектах, о формировании вашего сильного портфолио. Когда вы решаете сделать что-то странное, что-то необычное или наоборот что-то безумно романтичное, идите до конца. Вот вы решили сделать что-то очень романтичное, идите до конца, делайте это настолько навзрыд или настолько нежно или настолько мрачно и настолько, чтобы там все рыдали. Как угодно, но не останавливайтесь посередине, потому что я так часто вижу ситуации, когда люди говорят, ну я вроде бы хочу что-то сделать, я хочу как-то расшатать самого себя, расшатать индустрию вокруг себя в своем городе, но они останавливаются посередине. Никому не интересны портфолио, никому не интересны авторы, которые останавливаются где-то посередине. Пожалуйста, помните об этом. И дорогой наш Пикассо тоже об этом вам напоминает и говорит о том, что выход из зоны комфорта всего на, он говорил на один день, но я говорю, что на один проект, намного ценнее целой жизни, проведенной внутри стандартных рамок. Ребята, поэтому дерзайте, и это то, на что я вас очень хочу вдохновить, именно в рамках придумывания идей. Ну что, знаете, что сделаю? Я сейчас включу комментарии, потому что это была первая часть наша про идеи. Сейчас начнем говорить про журналы, поэтому давайте мы сделаем сейчас с вами две минуточки такой перерыв, я переведу камеру на себя, сделаю так, чтобы вы меня видели, вы мне зададите какие-то вопросы именно касательно создания идей, если они у вас есть, а потом мы перейдем к следующей части, к тому, что же сделать уже со всем материалом, когда вы придумали идеи, сняли, как их публиковать, и может быть, о чем думать немножко заранее, чтобы потом это для публикации было наиболее интересно, наиболее подходящее, так скажем. Так что, ребята, если есть вопросы именно про создание идей, про создание проектов, можете сейчас их задать. Так, я очень рада, что вам нравится эфир, ребята, я для этого здесь, это прекрасно, мозг уже зашевелился, это большая радость, когда мозг шевелится. Так, как вы считаете, можно ли продвинуть ню проект? Конечно, можно, почему нет? Я вообще, ребят, считаю, что абсолютно не нужно себя ограничивать никакими жанрами, абсолютно не нужно себя ограничивать, поэтому, да, любой жанр можно продвинуть, конечно. Что делать, если нет фантазии вообще? Ну, смотрите, я думаю, а как вы делаете вывод, что у нас, у вас нет вообще фантазии? То есть вы пробуете что-то придумать, пробуете воспользоваться вот какой-то даже техникой, может быть, но не идет, и я бы, знаете, я бы попробовала, как-то попробовала применить разные техники, потому что, ну, то, что я говорила, да, что, ребята, это как тренажерный зал, это не вопрос одного проекта, не вопрос одного брейнсторма, это вопрос многолетнего опыта, ну, хотя бы многомесячного, прежде чем вы сможете какой-то вывод сделать, да, а если после, там, скажем, нескольких месяцев, там, многих попыток, вы понимаете, что, вы знаете, ну, вот нет фантазии, почему нет? Может быть, вам заняться каким-то, если мы говорим про фотографию, да, каким-то жанром, очень качественным, коммерческим таким, сделать акцент на очень высококлассной технике, на видении лица человека, найти аж какие ваши сильные стороны, как вы их можете применить, может быть, либо вы можете работать в паре с арт-директором, с креативным директором, с каким-то другим человеком, у которого с фантазией, как раз, все отлично, а у вас все отлично, например, с техническим воплощением, и из вас получается тогда шикарный тандем, то есть, можно рассмотреть разные варианты. Так. Читаю, читаю, читаю. Как долго у вас зреет идея, Екатерина? Ну, на самом деле, по-разному. Я вообще считаю, что идея — это как хорошее вино, поэтому иногда ей очень полезно отлежаться. Например, вот этот проект, который в итоге у меня очень мощно выстрелил, мы его придумали за год до того, как в итоге начали его воплощать. Мы не специально тянули целый год, так складывались самые разные обстоятельства, но в итоге, из-за того, что мы так долго тянули, он получился намного сильнее, чем он мог бы получиться год назад, потому что мы все выросли, у нас у всех появились уже нового качества возможности, нового качества люди пришли в мою команду. То есть, иногда это очень даже помогает, и когда она у вас варится, вот эта идея, как в котле на медленном огне достаточно долгое время, она действительно становится лучше, и проработаннее, и глубже, и вот это углубление, это самое главное преимущество долгого такого отлеживания. Как прокачать фантазию, Ольга, вот все техники, которые я сейчас вам рассказала, вам нужно их применять, не только эти, да, может быть, вы какие-то свои для себя откроете, то есть, единственный способ прокачать, это качаться, то есть, пользоваться как мышцы, да, как сделать так, чтобы были сильные мышцы, надо очень много ими пользоваться, вот если так вкратце, да, и тогда вы их накачаете, то же самое и здесь, делать, делать, делать проекты, придумывать, 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 сделать себе блокнот, придумывать там в день 10 идей для там фотосессии, 10 идей, чем вы занимаетесь, напишите, для детской съемки, для, я не знаю, новогодней, 14 февраля скоро, вот по 10 идей в день придумывайте, через 10 дней у вас 100 идей, вы дальше их прогоняете по вот этим техникам, которые я рассказала, много-много смотрите, и при том смотрите активно, выписываете идеи, делаете скриншоты, работаете над этим, вот как-то так. Так, друзья, я сейчас найду еще какие-то вопросы именно по этой теме и продолжу, а потом еще на свободные темы мы с вами в конце обязательно тоже пообщаемся. Так, что делать, если боишься, что в итоге проект выйдет хуже, чем он был в проекте? А вы не бойтесь, это всегда так. Это всегда так. Ну, то есть, если готовый проект может хотя бы на 70% приблизиться к тому, что было у вас в голове, это успех. Давайте так договоримся. Вот, поэтому я бы об этом сильно не переживала. В ваших силах сделать все, чтобы он получился максимально классным и максимально приблизился к тому, что вы хотели, но он никогда не приблизится на 100%. Что касается того, что вы облажаетесь из-за недостатка опыта, ладно, ну смотрите, вы начните с чего-то, где на вас не будет давить вот этот очень сильный груз ответственности. То есть, не начинайте с коммерческого какого-то заказа, начните, вот сами придумайте, сами снимите, там, либо с минимальной команды, либо сами для начала все сделайте, почувствуйте себя немножко увереннее, и тогда можете уже брать на себя больше ответственности. Но вы всегда, ну, как, может быть, не всегда, а может быть, я такой человек, я всегда волнуюсь. Мне кажется, это нормально. Главное, чтобы это не было, не было такое, знаете, парализующее волнение, которое не дает вам действовать. Лучше начинать одному или найти наставника и учиться у него. Вы знаете, я сторонница того, чтобы хотя бы до какого-то уровня дойти самому или самой, потому что тогда вы будете вообще знать, что спросить у вашего наставника и в какую сторону вам развиваться. Так, еще вопросы смотрим про идеи. Насколько абсурдными и необычными возможно быть? Насколько угодно, здесь нет ограничений. Как понять, тебя понимают? Ребят, вот тут, кстати, очень важный момент вы затронули, про который хочется сказать, что когда вы делаете вот свои смелые, свои самые сильные проекты, пожалуйста, не думайте про аудиторию, не думайте про то, поймут вас или нет. Нет, мы сейчас говорим про таком именно творческом манифесте, где вы заявляете о себе как об авторе, и здесь абсолютно неуместно думать про мнение аудитории. Как только вы начинаете думать про то, а что подумает мама, а что подумают мои подписчики, вот в этот момент, когда вас занимают все эти мысли, вы уже идете на компромисс со своим видением. А мы с вами помним, что у нас никаких компромиссов, мы не идем на компромиссы. Так, ну что, друзья, переходим к следующей части нашего эфира, к публикациям. У нас остается 15 минут до конца этого эфира, я думаю, что я не успею, поэтому начну новый потом, ладно? И на остальные вопросы обязательно ответим в конце, так что я опять выключаю комментарии, и уже в конце этой части их снова включу. Так, ну что ж, друзья, журналы, да, вот эти все прекрасные глянцевые обложки, о которых мы все мечтаем, о которых нам так хочется, и столько сейчас вариантов. Ну а давайте обсудим, да, во-первых, такой момент, онлайн или печать, да, потому что до сих пор есть разные такие дебаты, что обязательно нужно быть в печати. Ну, давайте просто посмотрим. Вот журнал Days, ну, кстати, ребята, вот все эти названия, вы можете их там записывать, если вы вдруг их не знаете, обязательно подписывайтесь на них, выписывайте. Если мы говорим про международные, да, признания, у нас сегодня такая глобальная тема, то вам это все очень-очень важно знать, но, конечно же, еще важно понимать, что вам подходит по стилю, что нет, об этом поговорим. Пока что про онлайн и печать, давайте посмотрим. Вот у Days, там, на момент подготовки этой презентации 1.2 миллиона подписчиков, сейчас, наверное, еще больше. А вот Days в печати 99 тысяч копий, ну, сравните, да, просто почти полтора миллиона и там 100 тысяч. Поэтому с точки зрения того, сколько человек увидит вашу работу, конечно же, онлайн выигрывает у печати, да, и то же самое мы видим у всех журналов. Вот это журнал Kinfolk, 1.3 миллиона подписчиков в Инстаграме, 80 тысяч печатных копий. Огромная разница. Ну, и там итальянский Волк, 17.7 миллионов подписчиков и 220 тысяч экземпляров, да. Но, тем не менее, друзья, печать, она все равно очень престижная, особенно обложки, конечно, да. То есть попасть в печатный номер, безусловно, сложнее. И обычно онлайн формат и съемка для онлайн-версии журнала, либо для их социальных сетей, это своеобразный тест такой для фотографа, да. То есть крайне редко сразу берут в печатный номер. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что онлайн это вообще как-то недостойно или еще что-то в таком духе. Это прекрасно, это офигенно. А некоторые форматы вообще могут жить только в онлайне, потому что сейчас очень популярные форматы, разные гифки, движущиеся, синемографии, видео. Это вообще может существовать только в онлайне, и это прекрасно. Так что вывод такой, что в современном мире онлайн-платформы, безусловно, обгоняют печатные издания, однако ваша работа в печатном номере и тем более на обложке – это вопрос престижа и определенный знак качества. То есть, безусловно, это до сих пор так и есть. Давайте про это мы поговорим потом. Потом это немножко про тренды, сейчас у нас немножко другая тема. Поговорим лучше с вами про типы журналов и варианты сотрудничества с ними. А все, что я сейчас говорю, это именно международный такой формат. Так что имейте в виду, ребята, что я вообще в своем подходе и своим ученикам всегда говорю. Пожалуйста, не ограничивайте себя физической географией. Где бы вы ни жили, с базовым английским вы можете и, на мой взгляд, должны, если вы хотите быть высококлассным специалистом и качать свое портфолио, работать с крутыми людьми, печататься в мировых изданиях. Это абсолютно нормально. Поэтому, значит, первый способ, как это можно сделать, я его назвала базовый. Почему базовый? Ну, потому что с него проще всего начать, потому что в данной ситуации мы отправляем журнал уже готовую серию. Таких журналов, ребята, по-английски они называются вот так вот. Поэтому, когда вы будете гуглить, видите, вверху написано Submission Based Magazines. Это означает, что эти журналы принимают готовые серии к публикации. Submission Based. То есть ваша заявка на публикацию – это называется Submission. Просто чтобы вы понимали, как это устроено. Давайте рассмотрим, какие же здесь у нас есть шаги в этом базовом варианте. Первый шаг. Мы придумываем идею. Собираем команду. Я довольно быстро пойду, потому что у нас достаточно прокачана здесь аудитория, я уверена. Если что-то вам будет непонятно, вы в конце обязательно спросите, ладно? Третий шаг. Препродакшн, то есть подготовка к съемке. Сейчас вот так расширим. Потом сама съемка, естественно. Пост-продакшн. Готовим документы для рассылки. Я вам в конце презентации покажу, что имеется в виду. Ну, находим подходящие публикации. То есть у нас этот вариант предполагает, что мы сначала сами проходим по всем шагам. То есть мы сами полностью делаем съемку. И потом уже смотрим, окей, куда мы будем это все отправлять. И рассылка имейлов. То есть, друзья, я надеюсь, что вот такая вот разбивка по шагам вам докажет и наглядно покажет, что здесь нет никакой мистики. И это то, на что я очень сильно давлю именно в своем обучении, в своих курсах, в своих программах, что, ребята, нет никакой мистики. Абсолютно все можно разложить по полочкам. Даже такие вещи, как вкус, даже такие вещи, как создание идей. Это не какая-то мистика. И надеюсь, что вы тоже этот подход сможете применять. Значит, смотрите. Сначала у нас был такой базовый вариант, что мы сначала придумываем идею, потом находим подходящие публикации. Я бы с этого начинала. То есть, вы не думаете о том, куда вы хотите отправлять. Вы делаете чисто от сердца то, что вы хотите. Но потом у вас может возникнуть ситуация, когда вы уже хотите попасть в конкретные журналы, в конкретные платформы. И тогда вы ставите себе цель. На первом шаге вы уже выбираете публикации, куда хотите попасть. Вот вы такие, все, я очень хочу попасть в Dazed. Я просто мечтаю, все, хочу туда. И тогда вы на первом шаге уже это решаете, соответственно. И тогда на этапе втором, когда вы придумываете идею, вы уже держите в голове, что вы эту идею делаете для Dazed. Потому что, ребята, все журналы, все публикации, они разные. И поэтому вам нужно, конечно же, очень подробно изучать рынок, что вообще есть. Мы сейчас с вами это не сможем охватить в рамках этого эфира. Это очень много информации. Но вы это можете проделать самостоятельно, просто изучая публикации. Для кого они? Потому что Dazed, скажем, для субкультурной молодежи, для тех, кто в тренде, кто на волне. У них очень много самых последних трендов, дерзкого стайлинга, субкультур и так далее. А Vogue — это совершенно другая история. Там больше такой стильной классики, там значительно больше контента для более платежеспособной, для более взрослой аудитории. Это абсолютно два разных мира. И это те миры, которые вам нужно знать. А самое главное, что вам нужно знать, это к какому миру принадлежите вы, как человек, как творческая единица, что вам ближе. Потому что, ребят, самая большая ошибка, вот если бы я выделила одну свою какую-то большую ошибку, это стучаться в те двери, где вас не ждут и куда вам, вообще непонятно, зачем вам туда. Мы часто начинаем стучаться в какие-то двери, которые нам кажутся престижными. Это, знаете, из разряда «все побежали, и я побежал». Ну, все же публикуются крутые чуваки в Vogue, и мне туда надо. Дорогой, может, у тебя стиль вообще к Vogue не имеет никакого отношения? Это прекрасно, столько других разных вариантов. Но нет, это же самый известный журнал в мире, я хочу именно туда. Ну, ребят, классно, только, может быть, ты снимаешь вообще в другом стиле, да? И не делайте эту ошибку, не стучитесь в двери, где вам не рады и куда вам не нужно, где вы сами будете не рады оказаться. Определяйтесь, да? Это не значит, что вы не можете изменить свое мнение по ходу движения. Конечно, вы можете. Но когда вы знаете сначала все-таки, куда вы хотите, это намного проще делать. Итак, ребята, что именно отправлять, да? Когда вы вот уже отсняли и отправляете имейлы, да? Вам нужно подготовить серию фотографий, либо, если у вас видео, там, или гифки, это уже неважно, да, это любой контент. А как подготовить, просто, я вам сейчас покажу пример, потом со своими работами в PDF-ку можно все это завернуть, либо, если есть другие требования, там, на сайте журнала, значит, как-то иначе. Team Credits — это список команды, да, фотограф такой-то, стилист такой-то и так далее. Предельно просто. Fashion Credits — это актуально для фэшн-журналов. Может быть, вы видели в фэшн-публикации, когда сказано «юбка — такой-то бренд», «блузка — такой-то бренд», «брюки — такой-то бренд», да? Это нужно делать по каждому луку, то есть по каждому новому образу. Как только смена одежды, значит, новые Fashion Credits. То есть я вам тоже сейчас покажу на примере. Что такое другие кредиты? Если есть, у визажистов могут быть кредиты по косметике. Например, помада — такой-то бренд, там, у парикмахера лак для волос, там, другой бренд, да? Им это все нужно, потому что им потом эти бренды присылают бесплатные сэмплы, бесплатные пробники. И запроводительное письмо, да, про что вообще ваша серия, кто вы такой, ссылка на ваше портфолио и так далее. Покажу вам теперь просто пример, да, своей съемки от концепции до обложки журнала «After9». Специально показываю, как есть. Это не какая-то прилизанная презентация. Это была презентация для внутреннего использования, чтобы моя команда понимала, что мы делаем. Мы с вами в рамках этого эфира не будем обсуждать, как делать презентации. Но у меня, кстати, в пятницу, друзья, в пятницу уже завтра, да, обалдеть, в моем аккаунте я приглашаю потрясающих дизайнеров, с кем я сейчас работаю уже для клиентских красивых презентаций. Это девочки, которые уже съели собаку на презентациях. Они будут рассказывать, как именно их делать. Так что приходите завтра на эфир обязательно ко мне в аккаунт. А пока показываю вам, как это было. Это было пару лет назад уже. Итак, первая страница — тема съемки. Общий мудборд, да. Тут вкратце описано, про что съемка. Это такой драматический японский танец под названием «буту» и романтический фэшн. Локация, да. Ребята, если вы как-то трансформируете свою локацию, то показывайте, как. То есть мы в таком школьном зале снимали, но я объясняю, что мы все это покроем серой такой тканью. Дальше у меня идет слайд «свет и цвет». Да, то есть это очень-очень важно, чтобы человек, который это видит, он понимал, как визуально вообще все это будет примерно выглядеть. Настроение и позы. Обычно я такой слайд не делаю, но здесь это было важно, потому что у нас была не обычная модель, а танцовщица и очень специфические движения. Поэтому это важно было показать и объяснить. Сет дизайн, декорации. Модель. Если у вас нет конкретной модели, то можно просто референсы, да, то есть какую модель вы здесь видите. Стайлинг. То есть как это все будет стилизовано в плане одежды. Макияж. И слайда про волосы здесь нет, потому что моя модель была лысая, соответственно. Но, друзья, эта структура презентации, она должна быть, конечно же, изменена под вас. То есть какие компоненты в вашей съемке. Если у вас история, там, не знаю, про руки, то значит должен быть слайд про ногти. Если у вас там история с животными, слайд про животных. То есть задача объяснить потребителю вашей презентации, то есть либо участнику вашей команды, либо клиенту, либо редактору журнала. Мы сейчас поговорим, да, перейдем к этому, когда вы эту презентацию показываете заранее. Мы сейчас рассматриваем мой такой кейс, да. То есть иногда эту презентацию вы заранее показываете редактору журнала и только потом начинаете снимать. Сейчас мы во втором варианте работы с журналами это с вами пройдем. Так вот, значит, это вы подготовили концепцию, да. Дальше, если вы идете по первому нашему базовому пути, эту презентацию уже вы обсуждаете с командой. Я просто почему рекомендую делать презентации? Потому что, на мой взгляд, это намного профессиональнее и намного понятнее для всех. Потому что вы разбиваете всю свою идею на компоненты. Потому что иначе, вот наш пример с кошкой и с женщиной. Вы говорите своей команде, так, снимаем женщину с кошкой. Какую женщину? С какой кошкой? Какого цвета кошка? Где они находятся? В какой локации? Какой у женщины макияж? Во что она одета? Какой цвет? Какого все это цвета, да? То есть я за то, чтобы максимально тщательно готовиться и вынимать из своей головы все подробности. Потому что иногда нам кажется, да я готова или готов. У меня все в голове. Это значит, что нифига вы не готовы, друзья. Потому что возникает очень много случайностей и очень много каких-то моментов, когда вы на самом деле не знаете, что должно происходить, и принимаете целый ряд случайных решений. И потом вы не можете объяснить, а почему тут такой цвет или свет? Это что-то добавляет вообще в эту идею? Это как-то работает на мою идею? Или это случайность? Понимаете, да? То есть вот это отличает такой концептуальный, продуманный подход от просто набора каких-то случайных решений, из которых иногда что-то нормальное получается, но чаще всего нет. Так вот, потом мы делаем из готовых фотографий уже другую презентацию, которую, собственно, мы отправляем в журнал. Вот это я вам уже показываю, что у меня получилось, да, это готовые фотографии. На каждый образ, если мы говорим про фэшн, да, то мы делим все на луки, на образы. Я отправляю по паре вариантов, то есть не один кадр на один лук, чтобы у редактора был выбор. Если у вас не фэшн-история, то тоже предлагайте там по нескольку вариантов, чтобы было из чего выбрать. Единственная такая моя вам личная рекомендация, не отправляйте что-то, что вы не готовы увидеть на обложке или в публикации, потому что по закону подлости всегда выберут какую-нибудь фотографию, которую вы на самом деле не хотите публиковать, но вы ее отправили просто до кучи. Вот не надо так делать, то есть это должен быть тщательный отбор, но предложить все равно редактору варианты. Так что вот таким вот образом мы все это делаем. Что еще, ребята, я вам рекомендую для отправки в журналы? Подумайте о том, как это будет выглядеть в публикации, потому что у многих журналов, когда вы открываете, да, вот если вы откроете журнал, то у вас две странички. И вот просто представьте себе, да, вот это одна страница, это другая. Если вы хотите, чтобы одна из фотографий встала на разворот, это называется разворот, да, когда две страницы, нужно позаботиться о том, чтобы какая-то важная часть вашей композиции, например, главная героиня, не попала в стык вот сюда между страницами, да. Поэтому вы должны просто даже во время съемки визуально себе представлять, чтобы не располагать какую-то важную часть в самом центре. Если вы хотите, чтобы у этой фотографии потом был шанс оказаться напечатанный в разворот, да, то есть вот это нужно учитывать. И это очень хорошо давать редакторам вот подобные картинки, потому что, видите, здесь остается место для текста слева. То есть тут можно написать там всех участников команды, какую-то, может быть, небольшую вводную часть про саму съемку, да. То есть вы думаете о таких вещах, и редакторы скажут вам спасибо. Вот теперь смотрим, чтобы не быть голословными, про кредиты. Вот это называется Team Credits. Это перечисление всей команды. Видите, там фотограф, стилист, сет-дизайнер и так далее. Пожалуйста, не забывайте указывать ассистентов, потому что, когда мы говорим про творческие съемки, конечно, скорее всего, все это делают бесплатно. И меня иногда так расстраивает, когда забывают ассистентов, потому что все очень стараются. Поэтому будьте здесь предельно-предельно аккуратны, дорогие друзья. У нас заканчивается время первого нашего часа, поэтому сейчас я закончу эфир, переподключусь, и мы с вами продолжим говорить про публикации в журналах. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.